Часик радости, Ферславы, дорогие хиканы, и сегодня у нас, как вы уже догадались, вечер трэш могильных историй. И сегодня у меня в гостях человек, который расскажет, как он лежал в дурочке, да не просто в дурочке, впрочем, чё это я, пусть человек сам расскажет, предоставляю тебе слово, поехали. Здорово, хикан, привет, остальным хиканам. Ну вот, сегодня я хотел бы рассказать про дурку. Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Мне 21 год. Угу, пожалуйста. Да. Вот смотрел видео на канале, хикана, месяц назад было записано, и там рассказывали тоже про дурку, но только от лица, получается, персонала. И некоторые истории про психбольных мне показались слишком преувеличенными. Ну, потому что такого трэша, я думаю, не везде может быть, во-первых. А во-вторых, он сказал, что он живет в Мухасранске, но он рассказал про больницу такого сервиса, которого в Мухасранске просто нет. Там происходит летейший пиздец. Ну и, пожалуй, начну я с предыстории, то есть, как я вообще туда попал, и с чего все начиналось. Началось все с того, что, ну, мне пришла повестка в военкомат с призыва. И в ходе осмотра я сидел у психиатра, он мне просто начал психологически давить, ну, задавать наводящие вопросы, там, ну, выпытывать из меня информацию, потом говорит, покажи руки, а у меня следы того, что я вскрывался. Ну, в пьяном бреду было дело, в общем, у меня сорвало крышу, я бегал голый по дому и пытался вскрыться. Ну, потом я отрезвел, и все это, в общем-то, прошло. И вот после этих последствий мне дали направление на всяческие анализы, на энцефалограмму мозга, ну и прочее. И после этих всех анализов меня, получается, уложат в дурку. Но, как они говорили на обследовании, я был там не один такой призывник, нас было несколько, ну, причем мы все знакомые были с одного города. И один из них, ну, вот, когда всем раздали, получается, повестки, явиться в дурку для прохождения лечения, один из нас, получается, съебался и вообще загасился, то есть говорили, ну, то, что его там менты даже разыскивают, то есть он в розыск был объявлен из-за этого, он просто забоялся, он говорит, я не хочу в дурку, не хочу потерять права свои, ну, из-за этого же могут быть проблемы. Ну, и вот, и первый день, когда я попал, получается, встретил знакомых своих, мы, в принципе, видели друг друга в городе, и вот все попали. И нас раскидало по двум палатам, то есть, ну, они рядышком практически были, но так как они первые пришли, их первых, скажем так, заселили, они в одной палате были, которая разделена на дверь, то есть две общие палаты. Вообще стоит рассказать сначала про саму больницу. Больница – это в здании, которое раньше было общагой, когда город еще только строился, то есть ветхое здание, и раньше там был вот дом, общага, а теперь там наполовину наркопсиходиспансер, наполовину диспансер для болеющих туберкулезом. То есть вот такой, и там много больных в двух отделениях, получается, но при этом мало места для них. То есть четыре этажа, первый этаж персонала, то есть там полностью врачи сидят, медсестры и прочее, то есть как приемный, можно сказать. Четвертый этаж для, получается, тех, кто в наркологии лежит, ну то есть наркологии, и там психологи обитают, два психолога. Третий этаж – это как раз-таки вот куда мы в первый день заселились, скажем так, для таких мягких, лайтовых больных. А второй этаж уже для буйных, и там есть карцеры. То есть там три палаты, которые почти все время закрываются, открываются только на время обеда, ну, на время принятия пищи, и люди выходят. Ну, я побывал тоже в карцере, но об этом чуть-чуть попозже. Вот. И, получается, здание, ну, такое ветхое, старое. Ремонт проводился, но хреново. И на третьем этаже характерно то, что есть окна со стеклами, а на втором – пластиковые. Ну, скорее всего, из-за того, чтобы не разбили стекло и себя не порезали больным. Вот. Ну, при этом, когда мы заселились, сразу же такая угнетающая атмосфера была. То есть я, ну, так же слышал байки про дурку, там никогда не было. Вот первый раз попал в такую жопу. Но я хоть был не один, и мы все как-то с ребятами, ну, в нашу палату. У нас небольшая маленькая палата была такая уединенная, и нас было трое как раз. А эти двое, они были в той палате, которая была разделена на две общие, там много мужиков было. И отделения не разделены на мужские, женские, мужчины и женщины вместе все. Ну, то есть все три этажа, получается, и наркология, и для буйных, и для лайтовых. То есть все разделены, не разделены по гендеру. То есть общие, смешанные. Ну, и вот, когда мы первый день попали, мы решили, что будем сидеть, ну, блядь, вместе веселее будем, чтобы не спихнуться от скуки, и просто сидели до ночи, обсуждали какую-то хрень, рассказывали там друг о друге, знакомились, скажем так. Ну, и все, в принципе, было прикольно, только одно, но мы жили, можно сказать, у параши. Ну, как, возле туалета мужского. И это дико напрягало, потому что в любое время туда заходили больные, ссали, ну, делали все свои дела, испражнялись, то есть это напрягало то, что и звуки, и постоянное хождение, то есть возле палаты, как проходной двор был. Ну, вот, дело уже подходило к вечеру, ну, там, получается, медсестра рассказала, что как, расписание показало, что мы вообще будем делать и прочее, где курилка. Курить разрешено и на третьем, и на втором этаже. В наркологии точно не знаю, но, по-моему, там курят. Но сигареты везде ограничены, то есть, когда тебе приносят сигареты, ну, также, то ли, разрешают, они вообще забирают пачки, забирают все твои сигареты и выдают тебе в определенное время, то есть, у нас постоянно, когда, ну, время, то есть, все в очередях стоят, это три раза. Это когда за едой идут в столовую, там, очередь, как бы, небольшая, больше всего очередь за сигаретами и за препаратами, то есть, очереди. Все, как бы, и персонал, у них такое, действительно, скотское отношение, как мужик рассказывал про наркологию, вот примерно такое же, такая же больница, ебнутая, в том плане, то, что, ну, просто персонал, он даже не работает практически. Там из персонала постоянно дежурная старшая сестра, медсестра и, получается, санитарка, но при этом все больные мыли за санитарку, то есть, а за то, что ты моешь, тебе давали сигареты, то есть, как поощрение, такие бонусы были, ну, чай, сигареты, за то, что ты моешь. Те, кто совсем отчаявшиеся, куряги, они мыли сортиры, то есть, там не заставляли, там не было козлобанг как-то, ну, такого не было. То есть, были какие-то больные определенные, которые, там, добросовестные, приближенные к руководству, но у них никаких особых привилегий не было, там, только, ну, еду, может, побольше давали, там, харчи, может, ну, может, сигарет побольше, такое вот, не слишком, не слишком много, в общем. И, как сказать, ну, вот, вернемся в первый день, и все подходило к вечеру, и я пацанам говорю, а, кстати, после того, как, ну, мы видели эту очередь за таблетками, после того, как все примут лекарства, многие бабы, ну, женщины, начинали просто петь. Вот это самое дикое было, то, что вот про психушку, вот эти ебанутые песни, и они пели там даже, на третьем этаже санитаров не было, на самом деле, то есть там практически мало кого скручивали, там, ну, буйных таких особо не наблюдалось, но при этом вот эти песнопения, и то, что выходить вообще не хотелось из палаты, то есть даже, когда в столовку шли, мы как-то неохотно, потому что мы сидели, как бы, ну, лампово было между собой общаться, но при том, что там происходил какой-то реально трэш в коридорах, там постоянно какие-то овощи сновали, ходили непонятные разговоры, непонятные взгляды, ну, просто странные люди, некоторые вообще, ну, как растения серьезно. Идет дед с скоростью улитки, ни на кого не смотрит и просто так передвигается, а зачем идет, куда идет, непонятно. Ну, вот такой контингент ебнутый, и было как-то крипово. Особенно, когда они запели, и вот, к нам еще заходила одна ебнутая, ну, про нее я тоже расскажу, потому что такой персонаж интересный. Вот, она постоянно к нам, блядь, в палату заходила, ну, у нас закрытая палата, и какую-то хрень спрашивала постоянно. Типа, вот, был ужин, вы все съели пряники? Ну, мы такие, да. Типа, она нас уже заебывала, что мы ее послали нахуй просто. До того доходила. Ну, и потом еще под вечер, под ночь, заходил какой-то странный дед. И я просто говорю, пацаны, ну, мы уже, когда ночью, дело коснуло, шло к отбой, я говорю, пацаны, давайте я просто припру дверь своей кроватью, я спал, получается, у двери, и все, чтобы, мало ли, блядь, зайдут нахуй какие-нибудь эти психопаты, ну, с нами что-нибудь сотворят. Ну, мы так решили, и мы подперли, в общем, и вот так проспали. И потом, после вот этого, то, что, ну, мы подперли, что вот персонал у нас ругался, что якобы мы закрылись, ну, мы объяснили причину, что там дохуя людей заходили, и ввели такое, скажем, правило. Ну, то есть ужесточили, что женщины не могут заходить в палату к мужчинам, и наоборот, то есть отдельно, получается. Ну, вообще, то есть, как бы не разрешалось заходить, неважно зачем, просто, ну, не разрешалось, чтобы таких казусов не было. Потом, следующие ночи, мы слышали женские оры, мы думали у кого-то припадки, там, приступы или еще что-то, ну, прям столы такие были, а выяснилось, что там они занимаются сексом, то есть ночью, ну, между собой больные определенные. То есть, и главный плейбой, скажем так, всей этой больницы, ну, третьего этажа, был дед. Ну, я просто подошел на него и посмотрел, он, блядь, хрен пойми, какой ходит, постоянно трясется, но при этом он каждую ночь заходит к бабам, и они реально стонут, ну, то есть удовлетворяет их по полной, то есть, скорее всего, он все силы в них отдает. Вот, там еще, ну, были такие личности, которые там за сигаретами нет, делали, ну, то есть женщина, там, какие-то услуги оказывали, там, за передачку, за еду, ну, такое прочее. То есть, когда в комментариях под видео про психушку был вопрос в плане секса, то есть, да, с поехавшими занимаются сексом, но при этом там мало было симпатичных вообще, особенно молодых пациенток, то есть, в основном там были и старухи, и милфочки такие, ну, то есть, и дед, получается, милф, и старух, и страхов. Вот, помимо этого, еще там, ну, было гамоябля, то есть, там, мужики сношались, но это было на втором этаже, это было за передачку, их ограничивали в еде. И, то есть, там был такой случай, что просто у чувака не было еды, а второму принесли, то есть, его сокамернику, он попросил, а потом у шутки сказал, типа, ну, очко свое поставишь, бартер такой совершил. Но он не понял, что это шутка, и вот действительно случилось, что они занимались сексом. Ну, это не слухи, это прям подтверждено было не одним человеком. Вот. Ну, если такого прям трэш-могильное рассказать, то, например, была такая вот поехавшая, которая как раз-таки вот эта же она заходила и спрашивала про пряники. Ну, постоянно, когда в курилке были, я с ней общался, то есть, ну, как-то, не знаю, жалко ее стало, что ли, больше всех. И мы общались, она вроде бы адекватная была, но я потом понял, насколько она ебнутая. И вот случай, почему я так начал думать. В общем, мы курим с пацанами, с ты, разговариваем. Она мне уже доебала своими историями про свою семью, про прочее говно. И говорит такая, ну, типа, оставишься, говорит, отъебись, не оставляйте ничего, не почуни, разговаривать с тобой, не напрягаешь, я захожу в курилку расслабиться. Она говорит, так вот, ванна есть, ну, курилка у нас была в ванной, получается. То есть, определенное время были в ванной, часы, дни были. То есть, когда ванна эта закрывалась, и там люди по одному заходили и мылись. А все остальное время это была курилка. Ну, она проветривалась хоть как-то, но вот, блядь, сервис был такой, что у нас, блядь, в ванной была курилка. Вот, она говорит, вот ванна, типа, говорит, давай полежим, расслабимся. Ну, то есть, прямым текстом намекает на секс. Я такой, что, блядь, нахуй? Я говорю, какого хуя? Ну, типа, отъебись от меня. И она тут же мне говорит, такая, ну, типа, подошла поближе. А ты знаешь, как с конем ебаться? Я просто выпал осадок и такой еще раз переспрашиваю, что ты за хуйню несешь? Она говорила, ну, я просто видела, у мужа кассета была, там, про зоофилию. Я говорю, а это здесь при чем? То есть, человек просто из головы выкидывает какую-то информацию и просто ее начинает преподносить мне. То есть, какой-то понос в голове. И вот мы, ну, когда разговаривали, она мне рассказывала, что она вышла просто погулять летом, ее забрали, в общем, принудительно забрали санитары просто так и увезли ее в психушку. Ну, то есть, меня сразу же натолкнуло на мысль, что она может пиздеть. Она говорит, у меня, типа, из-за квартиры никто не ухаживает, меня все бросили, все уехали, родственники, как бы, из города и собака полгода там сдохла, типа. Рассказывала то, что она здоровая, что ее, ну, что она может уйти, и, типа, ну, ее нет возможности. То есть, может уйти, если ее родственники заберут. Но при этом она считала себя здоровой. То есть, это уже, как бы, намек на то, что у нее диагноз какой-либо есть. И вот, и она мне постоянно спрашивала, то есть, как сказать, даже приставала к вопросам, типа, мог ли я ее взять под опеку? Ну, то есть, я ее мог взять под опеку, чтобы стать ее родственником, и потом, когда я выпишусь, ну, типа, мы-то все были на проверке, как бы, на неделечку, и могли выписаться, и я, как бы, ее мог забрать. Ну, я говорила, я тебе квартиру там перепишу, денег дам. Ну, то есть, несла абсолютный бред. Вот, и меня это напрягало, конечно. Был еще другой персонаж. У него, я не знаю, как это по терминологии называется, но, в общем, он старше меня на пару лет был, но сознание у него ребенка. То есть, постоянно, то есть, он как рос, вот, как бы, ребенок, запертый в теле мужчины, скажем так. И сам он был высокий, и азербайджанец вроде, но он на русском спокойно говорил, как бы. Но при этом у него была странная особенность. Например, вот, когда в туалет, допустим, он заходил, ну, мы же в Параши жили, он постоянно, когда сал, он смотрел в одну точку в потолке, я всегда в одну точку смотрел, я заметил, и стоял там. Ну, почему я это заметил? Потому что очередь же, туалет один, как бы, в мужчину, в женщину, ну, и другой. И, как бы, все толпятся туда, и понять не могут, почему занято. А мы уже, ну, дверь открыли и смотрим, блядь, 15 минут прошло, он так же стоял и просто в одну точку смотрел. То есть, он уже не испражнялся, он просто стоял и смотрел в одну точку. То есть, посал и так же стоял просто. Мы его шуганули, говорим, давай быстрее. Он говорит, ага, ну, что, сейчас закончит. Мы сходили покурили, прошло 10 минут, он опять так же стоит. Мы его уже вывели, получается. И у него еще странная особенность была, то, что он не мог проходить через дверные проемы. То есть, он просил всегда подталкивать его. И он говорил, что у него проблема с ногами. Но, мне кажется, у него просто вот боязнь именно проходить через проходы. Ему нужно, чтобы кто-то его выталкивал из дверей, из проемов. То есть, любой проем, он вот так вот каждый раз. Но только когда выходил, когда заходил, в принципе, все в порядке было. При этом он общался со всеми, ну, как ребенок. Он всех по отчеству называл, даже меня, даже несмотря на то, что мы... Ну, и других моих, скажем так, братьев по неволе. Он называл по отчеству, несмотря на то, что они были даже младше меня немного и младше его, соответственно. То есть, ну, как бы слушаться старался всех. То есть, кто ему что-нибудь скажет, он считал как взрослый, как уважал их. Он такой был безобидный сам по себе. Но вот эта особенность его была, то, что он стоял постоянно и тупил туалет, и зажимал. И то, что после него каждый раз туалет был просто засаный. То есть, он, видимо, стоял, тупил в одну точку и не смотрел, куда метил. Это бесило, потому что туалет был один. И как-то ходить в засаный туалет, ну, не привлекало вообще. Вот, например, ну, потом, после трех дней мы повыклись, начали уже там ходить спокойно, уже как-то не взаперти, и начали знакомиться со всеми больными. И там мужики играли в карты. Ну, и мы сразу подошли, поняли, что они как более-менее адекватные, раз они могут какой-то деятельностью заниматься. Вот мы познакомились с одним мужиком, он лежал в этой больнице уже семь раз. То есть, и последние два раза он приходил туда сам. На последний раз, вот, ну, мы с ним разговаривали, почему ты пришел сюда? Он говорит, меня достали люди, сумасшедший город, просто я хочу как бы отдохнуть от этого всего. Ну, он и наркоман немного был, и все такое, но при этом он какой-то был. Он такой, как терпила, что ли. То есть, мы его когда оскорбляли там специально, ну, так в шутку, типа, ты там лов, гандон, он как-то не реагировал. И потом дошло до того, что мы действительно над ним подшучивали жестко, там, поджопник ему вывешивали и прочее. А он как-то старался ограждаться, типа, отшучиваться, но при этом, ну, мужик 30 лет был. Ну, он всякую хрень говорил, там, особенно он про наркотики часто любил разговаривать. Ну, в карты неплохо играл. Ну, вот, и мы постоянно играли в карты, как бы, хотя они были запрещены. Еще там самое главное, что было запрещено ложки, вилки с собой приносить, тарелки, получается, керамические, только все пластик был. Ну, просто потому, что были случаи, когда, ну, рассказывала, получается, медсестра, что в палате сидел один больной. Ну, они не знали еще, что он будет, то есть он никак себя не проявлял. И как-то они сидели, ели, и еще, ну, как бы, разрешалось такое. Ну, вот у него была ложка, а вот не пластиковая, как алюминиевая. И они ели, и другой высотками, и, ну, получается, товарищ по палате взял у него кусок еды и не спросил. Ну, а тот просто молча взял и воткнул ему ложку в глаз. Просто. И, как бы, железные предметы вообще категорически запрещались. Ну, то есть, не один же инцидент был, то есть, изо всех этих инцидентов, но вот этот случай был, как бы, недавно. Его сразу же поместили сначала на второй этаж, в карцер, получается, в отдельный карцер. То есть, но он порой пытался, он долбился головой, а стену рассказывали. Ну, то есть, слышали ночью эти стуки, и его поместили, в общем, не в Мухосранске нашем, а в столице нашей области, скажем так, в Сосновый Бор, такая есть лечебница. Откуда не возвращается вообще, они лежат там пожизненные, в основном все буйные. И смирительных рубашек там, конечно, нет, это все пиздеж, но они в отдельных маленьких карцерах, там, ну, как в тюрьме, грубо говоря, им еды туда приносят, они не выходят. И вот прочее. И у нас был такой, скажем так, эшелон, который отправлял таких больных, которые уже, ну, у них нет шансов на реабилитацию, грубо говоря. Но только в больницу, которая недавно была отстроена заново. И вот этот чувак, который попадал 7 раз, он добровольно уехал туда. То есть, он сказал, можно я поеду? Ну, как бы, вернуться ему шанс маловероятный был. Но, в принципе, как говорили врачи, у них настолько были осложнения с психикой, что ему стоило ехать туда, он сам напросился. Ну, вот. Еще про психушку есть такие стереотипы, ну, что разные, скажем так, персонажи есть, там, то есть люди, которые считают себя кем-то другим. И вот с таким я из них столкнулся. Ну, в общем, курили. Ну, в курилке все сидели. И как-то речь зашла то ли про историю, то ли про Древний Рим. Ну, как бы, я поделился, как бы, стараюсь разбираться. Устарай, мне она нравится. И чувак говорит, я легионер. Я малый сказать, да что, хуе, это ничего не сказать. Ну, то есть, про римский регион говорит, я легионер. Ну, и мы все его начали называть легионером. Про эту байку, то, что он себя считал легионером, как оказалось, на самом деле отстояло все куда сложнее. Он, на самом деле, был легионером только легиона, войск ВДВ. И как-то случилось так, что он в ходе службы загремел в психушку. И, ну, его тоже перевезли в ту больницу, он остался там по жизни. И вот он, получается, рассказывал постоянные истории по армии, иногда поехавшие. Но постоянно он путал, в каких войсках он служил, то есть родгость. То он рассказывал про мотопехоту, то он рассказывал на следующий день тебе, как он служил на круизе, то есть морские войска. То он про летчиков рассказывал. Ну, такое странное было. Но при этом странное еще поведение было то, что, когда его обкалывали, он был, ну, там, не голопередован, я не помню, чем, но ему действительно кололи. То есть, его требовалось такое лечение. Но при этом он не был буйным, он разговаривал адекватно, когда со всеми. Его многие, скажем так, и любили, то, что он был адекватный. Ну, то есть, общался со всеми, добрый был такой мужик, но при этом такой суровый немножко. Вот, и его, когда обкалывали, у него странная особенность была, он как-то был, то ли, ну, менее овощен, чем остальные. То есть, он передвигался, в принципе, замедленно, но, то есть, мало это сказывалось на нем, что он оставался в рассудке. И чтобы, вот, как он сам сказал, минимизировать действия препаратов, он просто накуривался, он брал сигареты, он мог курить по 3-4 штуки за раз. Он выкидывал сразу фильтр и просто в себя вдыхивал, то есть, ну, с огромной силой, тягой, и выдыхал. И, то есть, он закашливался постоянно, он как паровоз, вот так курил, действительно, такие звуки были. Ну, и он потом рассказал, что это, чтобы заглушить действия препаратов, ему, как бы, действительно это помогало. Ну, то есть, это странная хрень, мне показалось, что он под препаратами не терял своей адекватности. И с ним случилась такая хрень была, в общем, девушка, ну, кстати, ну, вот проеблю, девушка, назовем ее так. Она, ну, не сказать, что шлюха, но со всеми была мила, скажем так. И если кого-то находило ей симпатичным, она говорила, все, ты мой парень, мы встречаемся, ну, то есть, навязчивые такие идеи были постоянно. Он не мог говорить с другими людьми, типа, вот ты мой парень, типа, что-то с ними общаешься. Доебывалась постоянно, вот такая любвеобильная была. И как-то раз она сказала, что он ее изнасиловал. И его из-за этого, получается, ему усилили дозу. Ну, то есть, она подставить могла, в общем, прикол был. Но потом, как-то говорилось, ну, то, что выяснилось, что, как бы, он просто спросил, ну, типа, он намекал на секс, она ему отказала, он, когда стал понастойчивее, она ему еще раз отказала, и он сам отвалил, как-то. Но при этом она напиздела чуть-чуть, и вот, как-то чувак попал в просаг, ему больше обкололи, он, ну, вот, когда ему увеличили дозу, он в основном лежал, он не встал с кровати. Ну, а потом его перевели, когда полностью Шалон уехал, он у нас в больнице, ну, то есть, отделение попустели резко, то есть, ёбнутых уменьшилось, ну, я вздохнул спокойно. Вот. Ну, вот, такой был контингент, то есть, половина старых дедов, бабулек неадекватных, которые поют по ночам, некоторые вот такие заметные персонажи. Ну, в принципе, вот, если касательно про третий этаж, это отделение, ну, таких особо буйных и странных больше не было, кроме вот этих, но при этом был еще один чувак, который был на таком особом положении. Вот, единственный. У него, потому что был телевизор, у него была аппаратура всяческая, всевозможная, то есть, у него там был и магнитофон, и телевизор, и колонки, и там, DVD-плеер и прочее. Но прикол в том, что он пожизненно там был, ну, то есть, навсегда. Он и сам этого хотел, то есть, он и пенчу огромную получал, как бы, и за ним заботились, и, ну, как-то отрешился от мира, скажем так, хиковал там. И потом его вообще поселили в отдельную палату, в нашу палату, когда нас перевели, вот, из-за того, что уменьшилось число пациентов, все как-то старались вместе повозить. И когда нас перевели, в общем, он, получается, оказался в нашей маленькой уютной палатке, но он ее занял и полностью обустроил. Ну, там, как ни палата, там уже комната, извини меня. Потому что там у него телевизор был, там у него расклеены всякие плакаты, еду он приносили постоянно, кто-то, ну, навещал его. Он ходил в столовке, он не питался, он брал еду, уносил туда, но при этом он как-то, ну, постоянно мыл полы, постоянно вот чем-то занимался. И мы его как-то паханом прозвали, потому что вот так вольготно жил, как-то, ну, кому-то там что-то советовал, вот такая вот хрень была. И вот после того, как я отлежал уже, после этого всего кошмара, я рассказывал там своим знакомым про Секушку, и они, ну, одна знакомая говорила, что знает этого мужика лично, ну, она уже женщина в возрасте, то есть они общались и знают даже, почему он туда слег. Как-то раз он, в общем, жестко напился, ну, первый звоночек был, и, в общем, все его кинули, получается, он остался один дома. Да, они бухали, в общем, и гости ушли, когда он остался один дома, они пришли потом, когда под утро, увидели такую картину, он один сидит с гитарой посреди квартиры, ну, комнаты, раздроченная мебель, раздроченные шкафы, все наложено в одну кучу древесины и там костер. Ну, то есть, и он пел песни и считал, что будто он на природе, то есть у него фишку стрельнуло конкретно. И вот такие случаи были не единичные, его постоянно отправляли в больницы на обследование и поставили ему, я не знаю, какой диагноз, но действительно серьезный, чтобы там лежать навсегда, но при этом он сам мог оттуда уйти. Но ему, видимо, нравилось, что вот живет один, хикует, как бы у него есть деньги, у него там внуки есть и прочее, и он им постоянно подарки отсылает, там покупает. И как бы его даже, у него привилегии были настолько, что его без зазрения совести персонал отпускал, просто выкинуть мусор там, огромный, сходить в магазин. Ну, конечно, это было редко, но ему позволялось. То есть, они были уверены, что он не сбежит, он, как бы, я, ну, спрашивал, а почему вот ты живешь? Он говорит, ну, мне так нравится, что кормят, 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 кормят. И, как-то, вел себя так, ну, не очень хорошо, скажем так. То есть, такой отрицательный персонаж, на самом деле, ну, отрешенный от всех. Ну, вот такое было. В общем, это были две недели на третьем этаже, а я лежал месяц. То есть, получается, можно разделить на три периода мое пребывание там. За эти две недели уже успели выпустить двоих из нас. Ну, один вообще постоянно спал и ничего не жрал, но выпустили через неделю благодаря связям. Но у него действительно были проблемы, то что, вот, он говорит, о чем мне еще делать, я лучше посплю. И постоянно спал, и, ну, хренги занимался полнейший, из-за этого он могли упечь, но из-за связи его не упекли. Ну, второй просто говорил, ну, в общем, старался быть самым адекватным среди нас, их отпустили сразу же через неделю, их обследовали. А вторая неделя уже подходила, и меня это все, ну, дико заебывало. Вот эти все психи, вот эти все разговоры, оры, крики, ну, то есть, атмосфера давила настолько, что уже даже и сигареты не помогали. И писил на него вот этот чувак, про которого я рассказывал, который был в теле ребенка, мужик, когда он обсывал туалет. И он постоянно обсывал туалет, и приходилось ходить в такую вот самину, испражняться. Это меня дико уже раздражало, то есть, накопительный эффект был настолько, что я уже орал на всех. У меня и так были, скажем так, замечания по этому поводу, что я матерился, орал в палатах и прочее дерьмо. Вот, но при этом, как бы, еще больше внимания на себя оказывал. А врач-психиатр, который был у нас, кстати, он был неадекватный, можно сказать так. Ну, неадекватный, потому что, ну, не то, что неадекватный, он был эксцентричный и какой-то, ну, странный очень. И он сам уволился, а потом последовал, потому что у него с коллегами проблемы были, то, что, ну, он хреново лечит. И он мне диагноз поставил, ну, по концу его вообще неверный. И вот из-за одного случая он же меня и упек в карцер. То есть, я его возненавидел вообще. Ну, вот, случилось с этим чуваком. Мы посрались дико. Я говорю, почему ты каждый раз обсываешь туалет, иди мой, это, ну, ты натворил, значит, тебе исправлять. Он что-то невнятно говорил, за него начали ступаться санитарки, медсестра. Я говорю, так мойте за ним. Мне надоело ходить в эту самину. Мне надоело, что он занимает туалет. Мне раздражает. Это больница, еще больше он, как бы, могли бы вы сделать? Да, да, они все говорят, окей, окей, ну, типа, сделаем. Потом проходит какое-то время, опять обоссованный туалет, я им уже это говорю, и просто меня бомбануло. И он какую-то невнятную хрен говорит. Я просто говорю, я сейчас возьму, выбью, блядь, окно, возьму осколок и просто, блядь, полишу его нахуй, потому что вы никогда не делаете. Всем на это насрать, а меня это бесит. Все просто терпят то, что обоссованный туалет, и никто ничего с этим не делает. Эту проблему нужно решать, и вырвалось вот в такое, ну, немного буйное поведение. Меня успокоили просто разговорами, я не раскидывал никого, меня не пытались связать, такого не было. Ну и вот, на следующее утро, мне просто говорят, спускайся на второй этаж с вещами, с вещами на выход. То есть, и меня во вторую неделю перевели в карцер. Я просто растерялся, за мной закрыли дверь, ну, как в палату меня, скажем так, завели, закрыли дверь в карцере. Спрашиваю, меня как-нибудь выпустят, говорит, ну, тебе врач вызывает на прием в какое-то такое время, а дальше не знаю. Я вообще думал, что я буду как-то в тюрьме, я буду приносить еду, но оказалось, немножко полотенка. Ну и, в общем, этот карцер был, получается, в нем две палаты было. Одна маленькая, либо одноместная, и там закрывалась на еще одну дверь. То есть, для более, ну, для самых буйных, в общем, такая палатенка была. И вот я про этого соседа расскажу, который с ним был, но чуть попозже. Вторая палата, получается, была трехмест... А, четырехместная, четыре кровати было. Ну, вот я со своими вещами, там, совсем чуть-чуть пожитками захожу, так, ну, и думаю, блядь, сейчас там реально какие-нибудь буйные, блядь, куда меня посадили, куда я попал, еще неизвестно, блядь, что будет, нахуй, либо они меня егнут, либо я их, или из-за каких-либо конфликтов. И вот такие вот были подозрения дикие, как на измене, можно сказать, был, но как-то резко это все отпало, потому что я захожу в эту палату свою, ну, то есть, одноместная закрытая, в трехместную захожу, она была без дверей, то есть, дверь снята с петель, у нас только, вот, получается, главная дверь железная преграждала путь с решеткой в коридор, скажем так. Вот, и вот, и захожу, и там такой странный контингенчик был, там два мужика было, один старый такой дед, небольшой, щуплый, второй мужик такой весь в татуировках и с таким, ну, не ирокезом, но с бритыми висками, такой длинный, бритые виски, длинная прическа, ну, такой странный показался. Ну, я поздоровался с ними, они со мной, мы заобщались, и, в принципе, они были адекватны, но только вот у деда тряслась постоянно рука, ну, вот, подергивалась. И когда первый раз я это видел, ну, я же еще не знал, и он лежал под одеялом, получается, с этой рукой, я на него смотрю, блядь, неловкое молчание, ну, и казалось, что он там мастурбирует. Ну, он мне потом показал руку, и, в принципе, все нормально было, таких, да, каких-то ебнутых не было. Но, самый ебнутый, ну, один из, как по мне, среди всех больных, это был наш сосед. Потому что, а, я же еще не рассказал, что этот врач мне, ну, который неадекватный, мне приписал диагноз, который исправили потом, поставил мне, ну, расстройство личности диагноз, шизотипическое, по-моему, расстройство личности, ну, не суть, то есть, он мне поставил изначально не мой диагноз, то есть, более жесткий, из-за вот этого случая, сказал, что ты будешь в карцере, до тех пор, ну, будешь под наблюдением, пока я не пойму, что ты, как бы, ну, не опасен для других. Он мне, кстати, постоянно спрашивал, ну, не хочу ли я бухнуть, ну, прочее, потому что я вскрывался. Единственное, вот, забота была была, когда приемы были, мы, ну, на третьем этаже еще, когда разговаривали, то есть, наплевательское отношение было, мы разговаривали в основном о том, хочу ли я служить, да, нет, и, вот, хочу ли я бухнуть, и что-то о жизни, и все. Остальное время он записывал, то есть, все приемы к психиатру нашему были такими, а предполагалось, что он должен был как-то там, исследовать, что ли, нас, но ни хрена этого не было, то есть, мы сидели и тупили, он взрывал пару вопросов, мы его ждали в кабинете, и все. Вот такой странный доктор, и вот он меня туда упёк и говорит, что вот мы тебе пропишем неолептил, неолептил это такие капли, ну, их пьешь, это нейролептик, то есть, его не колят, его употребляют внутрь, с водой, вот, и, в общем, я спрашиваю, ну, вот, почему так у меня, сказал, вот, из-за этой истории, то есть, до меня донесли весь персонал про эту хрень, то, что я орал, что я его вырежу, и я думал, что меня вообще не выпустят, там туалет есть, все, и буду вот там вот еду приносить, и жить, скажем, только вот в заточении, не знаю сколько, мне было страшно, и сигарет не было, не было никакой отдушины, но потом, как выяснилось, меня к вечеру выпустили, и, ну, отвели на ужин, скажем так. Ну, а потом открывали уже во время приема в пищу, и закрывали только, когда был сон, час, ну, практически свободное время я перемещался, то есть, в карцере закрывали, в карцерах закрывали только ночью у нас, всегда закрывали, и сон, час. Второй этаж, конечно, значительно отличается, то есть, на третьем, вот эти вот все, клипы, голосы после принятия таблеток и песни были какими-то лайтовыми, то есть, мне равен показался третий этаж после этого, и почему все говорили про второй этаж, как будто оно это хреновое место, я вот в этом карцере был, я понял, почему это было настолько хреново, в том плане, что после принятия таблеток там просто не был дикий цирк, то есть, они там пели чуть ли не толпой, там ходили постоянно, как-то вошкались, и такое шевеление было, ну, то есть, неадекватство полное, что как будто ты там в куполе цирка с колонами находишься, в одном помещении, скажем так. Ну, потом это как-то, я пооблыкся, и как-то перестал это замечать особо, вот. Дальше. Есть еще один, ну, то есть, расскажу еще про других больных, вот таких странненьких. Был, в общем, чувак, вот, вот у него действительно было, то есть, он считал себя киборгом, то есть, скорее всего, у него было раздражение личности, ну, порой он говорил, что я здоровый человек, почему меня здесь держите, выпустите меня адекватно, ну, то есть, серьезно говорил, серьезным видом, ну, то есть, он отрицал свои болезни. А другая его личность, скажем так, утверждала, что он киборг советской разработки, именно киборг, ну, то есть, человек с какими-то, механизмами, бионическая машина, которую сюда, ну, в больницу заперли, чтобы, как бы, обезопасить его, то есть, он вышел из боя, он начал убивать людей, то есть, его запрограммировали, чтобы он убивал людей, то есть, он в это искренне верил и рассказывал, что ему приходилось детей убивать, и он слышит их голоса, то есть, что его это преследует. Не знаю, было ли что-то подобное, убивал ли он кого-то или нет, но это было, то есть, у него как раздражение личности была одна киборг, другая, он говорил, что он здоровый. И он мыл полы постоянно за сигареты в нашей палате, и он, когда утром начиналось, он говорил, подъем, 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 то есть, как глашатай, я его глашатай называл. И когда вот одна адекватная личность была, у него как детская, может, или, может, третья была, ну, как ребенок говорил такой, как здоровый мужик уже, можно сказать, дед, но он разговаривал, как ребенок такой, обидчивый был такой, ну, странный, ранимый, как действительно ребенок, но порой, когда с ним разговариваешь, он казался адекватным. Ну, вот, такая хрень была, то есть, когда мне он начал рассказывать про то, что он киборг, я, конечно, охуел и понял, что куда я попал, в ебанутейшее место. Ну, вот, был еще другой, получается, мой тезка, ну, неважно, как меня зовут, но его звали так же, и он со мной познакомился, поэтому поздоровались через решетку в камере в первый день. Ну, я не считал его странным, но он постоянно шатался, ходил, трясся, после таблеток особенно. Вот, но я понял, почему он был в соседнем канцере, его тоже закрывали, почему он там лежал, потому что ночью каждый раз, блядь, он нахуй, ну, чуть ли не орал, он говорил это, спрашивал, скажите время, скажите время. И ему какая-то там, которая, ну, женщина, а, которая пела песни странные, была поэтесса, она стихи Ахматова очень любила, она такая, типа, творческая была, безобидная. Ну, вот, и она там, получается, ему постоянно где-то находила часы и показывала время. То есть это было практически постоянно. И что самое странное, это именно он был, который сначала от пацана, как я узнал потом, этому пацану даже 18-ми было, либо мы идти шли за передачку, и вроде как он тоже подставлял свой тус, скажем так. Ну, вот такой тип с репутацией, конечно, хреновой. И он такой надоедливый был, то есть сначала было все, в принципе, в порядке, но до поры до времени, пока он не начал, когда мне, ну, родственники приходили, постоянно как бы еду давали, то есть в столовке харчи, кстати, были не очень, но их можно было есть. В принципе, там и соль была, и перец, и, ну, сахар был. Как бы давали каши поутру, в обед было из двух-трех блюд даже. Но, в принципе, было это все настолько дешманско приготовлено, что как бы мне не хотелось это есть. Но когда ты голодный, можно было съесть. Но там и было и мясо, и рыба, то есть еда, в принципе, съедобная, но, конечно, есть ее не очень-то и хотелось. Вот, и постоянно я ел, получается, на передачках, он постоянно меня выкрашивал, дай конфетку, дай этой. Он постоянно заходил в нашу палату, ну, вот, когда она не была закрыта, то есть в дневное время, и меня это дико раздражало. Были еще другие, ну, то есть три, получается, карцера, и в трех других двух, вот он был, и он с дедами был. И в третьем были совсем деды, которые не ходили, у которых там старческий маразм был, скорее всего, и альцгеймер. Некоторые даже там один дед, он не передвигался, его на коляске возили куда-то, и его мыли даже. И вот, кстати, насчет помывки. На третьем этаже там вот постоянно ванна закрывалась, то есть ты один мог туда пойти, помыться спокойно, и следующий по очереди зашел. А вот на втором этаже там такого нет. там, получается, медсестра и санитарка. И они, получается, помогали тем, кто не может мыться. Их мыли, а те, кто может, они просто отворачивались, но при этом постоянно находились там. Ну, потому что этаж для буйных, и даже, что, ну, нужен был присмотр, мало ли, утопиться, или там бритвы были, вскроются, или еще что-то, но были прецеденты. И мне вот это, ну, напрягало, как бы мыться, как ты головой моешься, и там рядом находятся люди, женщины особенно. Ну, в принципе, было как-то тяжелее в том плане нахождения, но потом как-то все спокойно стало. Я пообыкся, я там был неделю под... ну, в карцере, скажем так, в тюрьме, но при этом самое охреновое было, вот расскажу про трига, скажем так, после этих препаратов. То есть, нейролептик был, ну, такого седативного действия, ну, не сказать, что жесткий, но, в принципе, он оказывает огромный эффект в том плане, то, что я неделю приема этих капелек, пилюль, потерял 10 килограмм веса, то есть я вообще не хотелось есть, я был как овощ, я постоянно был заторможен, он не мог, вот мне рассказывали, когда до этого, ну, люди, которые психушки были, как, каково это, то есть, ну, подготавливался, скажем так, он говорит, тебе дадут такой препарат, и просто у тебя мысли в голове нету, вот действительно, как белый шум, ты пытаешься о чем-то подумать, тебе ничто в голову не приходит. Но самое странное было в том, что я хотел спать вечно, то есть я ходил как зомби, вечно ходил спать, не хотел есть, но при этом я не мог уснуть никогда, то есть я закрывал глаза, я не мог спать вообще. Но поэтому, когда я закрывал глаза, мне были такие вот, как введения, можно сказать, то есть, чтобы я не представил, допустим, я читал книгу про пиратов, что у меня меч в руке, это очень жестко визуализировалось, то есть в плане того, что я ощущал это все, то есть такие вот действительно трипы были, что, ну, галлюцинации особых не было, но вот эти вот сны, ну, когда мне удавалось поспать, сны были более чем реальные, то есть вот такая хрень была, что я ходил как овощ, но при этом был такой трип, ну, может кому интересно про эти препараты. Ну вот, в принципе, все, но... Ну что ж, дорогие друзья, это был наш вечер трэш могильных историй. Если вам есть что рассказать, то пишите хикананамбован, ссылки на меня в описании. Ребята, ставьте класс этому видео, донатите на сбыволенную пищу пакета, заказывайте рекламу Сигна, также не забудьте подписаться на канал хикананамбован и рассказать своим друзьям. Но сейчас до новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok